Всем привет, дорогие зрители! Сегодня я нахожусь в торговом центре Спице, поэтому сегодня у нас будет шопинг-влог. Передо мной я вижу Зары, давно я тут не была, даже соскучилась. Посмотрим новую весеннюю коллекцию, может быть, что-нибудь примерим. Я думаю, что будет только Зара сегодня, но никогда не знаешь, да? Может быть, куда-нибудь еще зайдем? Смотрите, какие здесь птицы летают. В общем, мы начинаем сегодня шопинг-влог. Всем добро пожаловать и приятного просмотра! Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, первое, что бросается в глаза, конечно же, очень много светлых оттенков и очень много пайеток и какого-то блеска. Вот такие варианты укороченных жакетов, блестящих, без застежек. 109 евро. Ну это какие-то как лимитированная, видимо, лимитированная коллекция. Вообще очень красиво в сочетании с белым. Очень нежные женственные перья. Перья, перья я люблю. Здесь у нас юбка. Ну я, кстати, видела недавно у одного блогера. Она сидит хуже, чем она на вешалке выглядит. Она очень тонкая, поэтому выглядит невыигрышно. Хотя перья всегда очень украшают. Юбка с разрезом. 80 евро ее стоимость. Еще один вариант жакетика в пайетках, тоже без застежки. Очень красивый и трендовый цвет сезона, как мы уже с вами знаем. Шикарно переливается, особенно в таком искусственном свете. Подкладка. И этот жакет стоит чуть дешевле, чем предыдущий. 80 евро. Предлагают они его носить с простыми джинсами. Укороченный жакет с перьями тоже на рукавах. Он уже на пуговицах. И стилизован с такой юбкой под сатин, да, сделанной. Тоже очень светлая, нежная, воздушная. На какое-то летнее, весеннее-летнее мероприятие. Надо же, как будто немножко вернулись в Новый год. Вот такое интересное платье в пайетках. Цвета шампанского. Все закрытое. Мне кажется, вот оно сидит очень хорошо. Стоит 60 евро на летнюю вечеринку. Так, что у нас здесь такое? Ага, это джемперок с укороченным, с коротким рукавом. Здесь у него вот такие интересные завязки. Хотя выглядят они как-то, не сказать, чтобы очень дорого. Дорого, да, они такие мятенькие, их надо разгладить и красиво уложить. Тогда будет получше. Джемперок у нас стоит 28 евро. Вот такие металлические босоножки. Получается, что металлик тренд у нас тоже все еще актуален. 40 евро. Не знаю, мне кажется, не очень удобно, когда совсем пяточка открыта. Такой жакет за 120 евро просто усыпан пайетками. Очень красиво. У него внутренние здесь такие кнопки. И одна блестящая пуговица наверху. Тяжелая, интересно. Ой, да, тяжелый. Очень тяжелый. Появился вот такой браслет. Это один браслет. Выглядит как будто два, да? Стоит 26 евро. Что-то в греческом как будто стиле. И вот такие плоские серьги тоже. А нет, 16 евро. Красиво. Я люблю крупную. Может быть, такую крупную я бы сама не надела. Но мне нравится, как это смотрится. Как из лепестков. 23 евро. Крупные серьги. Сегодня очень громко играет здесь музыка. Вечная проблема блогера, потому что YouTube может заблокировать из-за музыки. Будем надеяться, что все обойдется. Очень высокий каблук здесь. 46 евро стоят такие туфли. Мои любимые кардиганы. Очень люблю их до сих пор. С джинсами и с черными брюками. Вот так. Обожаю. Вместо каких-то курточек весной. Вот так брючки, каблучок или даже балетки. И вот такой кардиган. 40 евро он стоит. Здесь нет в составе шерсти вообще... А, нет. Здесь в составе 7% шерсть. Смотрится очень элегантно. Я сегодня уже наконец-то выгуливаю свое пальто. Шубу свою я уже убрала в зимний шкаф подальше. Сегодня плюс 10, солнце. И я наконец-то решила, что пора надеть пальто с голубыми джинсами. Взяла свою сумку вот такую. Тоже в цветах под пальто, под джинс она подходит. Так что, наконец-то, немножко такой весенний лучок. Я очень люблю вот такие фасоны с вырезами на бедре. Но немножко для меня это такой супер яркий принт. Я бы, наверное, такой сама не надела. Тем более, что здесь, кстати, еще и не платье, а брюки широкие. Мне кажется, слишком для меня был бы яркий принт. Я бы что-то однотонное. Прошу прощения. Я бы более однотонное себе что-то хотела. А так фасон мне очень нравится. Хотя померить ради интереса, в принципе, можно было бы. Но очень длинные брюки. Просто очень длинные. Весенняя, маленькая. Даже, может быть, и летняя сумочка. Потому что она такая светлая, легкая, но небольшая совсем. Внутри есть ремешок длинный, тонкий. И вот такой кошелек. Потому что она закрывается, сама сумка, только на одну кнопочку. Ну, кстати, приятная, очень легкая. 23 евро совсем недорого. И есть еще серый вариант. Я сначала подумала, что здесь висит какой-то топ из ракушек. А это сумка. Они так повесили среди одежды. Тоже тяжеленькая такая сумочка, но очень красивая. Я люблю вот эти ракушки всякие. Перламутр. 50 евро. На выход куда-нибудь, да? Снежно-белым таким образом. Интересный костюм из Леоцела. Рубашка. Красивый бежевый такой, темный беж. Цвет тоже вышивка. Какие-то стразы, бусины. Рубашка 150 евро. И в двойку, в этот, в костюм, можно подобрать брюки. Такие же. Очень все такое легкое, нежное, воздушное. Брючки на резинке, на пуговицах. Стоит 60 евро. Ну, такой, может быть, немножко пижамный костюм. Не знаю, как это смотрится, как вы думаете. Карманы здесь есть. Может быть, вместе это как-то немножко несуразно. Но я такой примерять не буду, потому что совершенно не мой стиль. Просто показываю ассортимент новой коллекции. Блуза из 100% вискозы. Красивая вышивка. 100% вискоза, это, конечно, очень хорошо для Зары. Стоит она, правда, сразу 70 евро. Выполнена очень красиво, очень дорого. И на спине тоже вышивка. И здесь такая же блуза в черном цвете. Тоже очень красиво. Посмотрите, с белыми брюками на контрасте. Тоже 70 евро для какого-то нарядного образа. Красиво. Очень, ну, очень дорого выглядит, действительно. И белый, и черный цвет. Оба красивые. Очень симпатичный, нежный свитшот. Белый, конечно, станет он сразу черным, да, грязненьким, я думаю. Ну, так, в принципе, как для какого-то лука с голубыми джинсами. Спортивный такой образ. Но с изюминкой было бы хорошо. Смотрите, какая здесь тоже вышивка. Я так понимаю, что это супертренд сейчас в Зара, или вообще в целом, да, вся эта вышивка с тразами. Здесь очень красиво вышито. Ненавязчиво. Стоит он 36 евро. По составу здесь хлопок 80% и полиэстер. Интересный пояс. Сделан как кожаный шнурок. И вот такая вот золотая неровная пряжка. Можно очень красиво придумать на какой-то джемпер удлиненный, на жакет. Интересная. Такая необычная сразу деталь. 28 евро. Насколько я понимаю, это даже стопроцентная кожа. Очередной вариант жакета в стиле Шанель. Здесь у нас цвет такая фисташка. Не знаю, передает ли камера. Очень приятный фисташковый оттенок. Золотые пуговицы круглые. 80 евро стоимость этого жакета. И Зара предлагает стилизовать все в таких цветах. Хаки. Широкие брюки. Светлая футболка. И вот этот вот жакет. Вот такая неплохая летняя сумочка. Форма полумесяц. 40 евро. Мне кажется, на лето хороший вариант. Я люблю вообще все соломенное. Все вот такое вот на лето. И к белому платью, и к сандалям каким-то хорошо смотрится. Довольно вместительное. Просто невероятное количество жакетов. Именно таких укороченных. Какие хотите. Любого цвета. С разными пуговицами. Здесь такие плоские. Золотые, но круглые плоские. 60 евро цена у этого жакетика. И предлагают они его носить с вот такой вот очень легкой женственной юбкой с разрезом. А у этого кардигана как раз таки вот необычные пуговицы неровные. Очень женственное платье. Очень. Мне кажется, оно очень красиво сидит по фигуре. И здесь вот такая деталь тоже чудесная. Перламутровая. 46 евро стоит это платье. Кстати, у него вообще нет разреза никакого. Ни сбоку, ни сзади. Цвет шампанского красиво. А вот это очень комфортные. Очень приятные, мягкие, широченные, как сейчас модно, брюки. Из стопроцентного лиоцела. Стопроцентного. Сейчас перепроверю. Да, стопроцентный лиоцел. 40 евро они стоят. Они с карманами. Мне кажется, можно составить миллион образов комфортных луков с этими брюками. И не только комфортных. Но мне они в первую очередь представляются с какими-то кедами. А вообще с каблуками, наверное, тоже будет хорошо. Но они очень-очень-очень приятные. Если кто-то ищет на весну-лето широкие комфортные брюки, то в Zara есть очень хороший вариант. Вот все эти широкие джинсы тоже здесь представлены. Красивый цвет. Хороший такой. И не темный, и не светлый. 40 евро они стоят. Просто базовые широкие джинсы. Ну и, конечно, беспроигрышный вариант. Сочетать их с полоской. Есть кардиган на пуговицах, а есть просто лонгслив. Да, лонгслив полосатый. Это всегда такая классика. Еще какие-то лоферы. Классический тренч представлен Zara в этом сезоне. Очень плотный, кстати. Хорошего качества. Стоит 100 евро. Да, ровно 100 евро. Ну, мне кажется, он такой прям классика-классика. Такой плотный, тяжеленький, добротный тренч. И в этом сезоне тренчи супер модно носить с разными платочками. Такими более-менее яркими. Здесь в Zara есть вот такой вот с цветочной расцветкой. Сколько у нас стоит платочек? 13 евро. Вот так красиво. Деталь такая яркая получается. Переливающаяся рубашка-блузка мятного оттенка с блестящими пуговицами. Вот такой у нее блеск. 36 евро. Вот опять суперширокие джинсы. Прям очень широкие. Конечно, я хотела вот такие примерить в прошлом своем ролике, где в KILOMAXе я примеряла джинсы. Там не было таких широких. С простой белой рубашкой. И кеда, да, у нас? Да, внизу кеды. Кеды, кстати, вот такой весенней расцветки, что они подойдут просто ко всему. К серому, к синему, к розовому, к бежевому. Очень удачная расцветка. 40 евро. И еще вот такая блузка-рубашка. Тоже с переливом, но уже с таким золотым. Сине-золотые оттенки. Стилизуем с голубыми джинсами. По цвету очень подходит. Можно внутрь заправить. И еще две маленькие перламутровые пуговички на рукаве. Вот такой комбинезон тоже есть в новой коллекции уже с поясом. Очень удобно. Элегантный, между прочим, бежевый. Так что у нас здесь по составу. По составу у нас здесь полиэстер 57%, 40% вискоза. Широкие брюки, карманы. Комбинезоны, конечно, спасение. Когда не знаешь, что надеть, не знаешь, как сочетать верх-низ. Здесь уже все два в одном. Надел и полный аутфит. Целый лук уже есть. Можно, кстати, да, вот такие вот, например, крупные украшения использовать. Вот. Что-то в этом есть. Комбинезон стоит 56 евро. Ну и это у нас супер транссезонно. Мы все уже это знаем. Балетки с вот таким ремешочком. Я даже думаю себе, что ли, такие купить. Мне кажется, они такие удобные. Хотя я знаю, я видела у одного блогера из Италии, что есть такие, но на небольшом каблучке. Что еще более удобно, чем совсем такие плоские. 46 евро не стоит. Я сейчас померяю. Ну вообще, если честно, это очень удобно. Просто как в тапочках. И мне даже кажется, это стильно. Может быть, не с пальто, конечно, с таким плотным. Сумочка багет, но в стиле как будто она немножко уже ободрана. Порвана чуть-чуть. Но очень приятный, кстати, светлый у нее такой оттенок бежево-серый. 30 евро. И на плечо можно. Но если честно, по этой неровной форме, мне кажется, это закос под какой-то бренд. Диор, что ли, у них такие неровные. Кожаная кеда по 50 евро. Оттенки супер, подходят ко всему. Здесь более темный вот этот беж, а вот это более светлый. Хорошая летняя юбка на кулиске. С карманами. Такой лаконичный у нее кровь. Знаете, немножко на коз смахивает. 40 евро она стоит. Здесь у нас 50% лен, 50% вискоза. Хороший, отличный просто даже состав. Вот такая абсолютно простая юбка. Но в то же время с ней можно тоже составить множество отфитов и луков, использовав ее как базу. Ничего лишнего. Очень милая фисташковая жилетка. Ее можно на рубашку, например. Она в бусинах. И еще здесь идет вот такая вот деталь блестящая. Но тут самое классное, это ее цвет фисташковая. Очень миленькая. Стоит она 28 евро. Так, девочки, мы с вами в примерочной. Будем сейчас примерять несколько образов. Таких классических, базовых. Но в то же время что-то интересненькое на весну. Посмотрим. Очень мне захотелось померить что-то с перьями. Белый классический, но в то же время вот с такой деталью. Вниз под жакет я ничего не придумала. Буду мерить вот с таким базовым топом. Здесь небольшая драпировка. Но я думаю, что это не помешает. Стоит он 20 евро. Что, вот так выглядит жакет на мне. У меня размер S. Я его сначала закрыла вот так вот прямо до воротника. Здесь, конечно, самый кайф. Это вот эти вот перышки. Выглядит просто супер нежно. Они так лежат на руке. Внизу у меня этот белый топ. Он, кстати, выглядит на самом деле белый. Не знаю, на камере может так не видно разница. А жакет немножко кремовый в жизни. И внизу у меня широченные джинсы. Они не выглядят такие широкие. Но они очень свободные. И очень длинные. У меня супер высокий каблук. Все равно длина очень-очень такая прям длинная. В общем, такой легкий, немножко романтичный. Но в то же время из-за денима здесь и довольно casual look. Напомню, что жакет стоит 109 евро. У меня размерчик S. Кстати, очень неплохой вот этот топ, который я взяла под низ. Очень красиво смотрится вот эта драпировка. Можно носить просто вот с джинсами летом, с юбкой, с шортами. Мне кажется, что он выигрышно смотрится лучше, чем на вешалке. Так, второй вариант. Это мой любимый вариант с полоской, с классической. Черные широкие брюки, которые я показывала в торговом зале. Они супер удобные, комфортные, мягкие. Но больше мерят. Мне нужно было брать XS. Я взяла S. Здесь удобнейшие карманы. Также я нашла вот такую сумку. Мне кажется, она идеально сюда вписывается. Ее можно носить вот так вот на руке. Можно носить на плече. Просто вязанный кардиган. Его спасает, конечно, эта очень яркая полоска. Золотые пуговички. Вместо каких-то курток, когда уже тепло. Прям идеальный вариант. Кардиган очень приятный. Стоит он 40 евро здесь в составе хлопок 50%. Пуговицы просто гладкие. Кстати, туфли, несмотря на то, что у них очень высокий каблук. Просто очень. Они прям на удивление удобные. Здесь полупрозрачная такая сетка. Она довольно мягкая. Нигде ничего не режет. В принципе, даже подъемы тут удобны. По крайней мере, стоять мне было очень удобно. Классические бежевые туфельки. Сколько они у нас стоят? 36 евро. И третий комплект получается самый расслабленный, самый спортивный. Здесь у нас очень широкие джинсы серого цвета. Кроссовки трехцветные. Очень подходят под эти джинсы. Единственное, что они очень длинные. Внизу у нас базовый лонгслив светлый и оверсайз жакет серый. И еще вот такая сумка. Тоже полуспортивная, бежевая. Она сочетается с лонгсливом. Вот эта ручка тоже светлая, очень в тему. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Пиджак у нас оверсайз, серого цвета, он стоит 50 евро Он в принципе классический, но вот если так с джинсами и кроссовками, можно тоже что-то придумать На широком ремне, можно носить также в руке Стоит она 40 евро, у нее такой немножко хаки цвет Long sleeve, самый обыкновенный, это хлопок, просто базовая такая вещь Сочетается с сумкой, с ремешком И серые джинсы, очень-очень-очень широкие 40 евро, у меня был 36 размер, он мне был большой Большомерец Ну что, на этом я буду заканчивать мой шоппинг-влог Музыка становится все громче и громче, людей все больше и больше Надеюсь, вам было интересно, пишите, что вам понравилось из того, что я вам показала Может быть, в торговом зале или в премьерке Хотя, на мой взгляд, премьерка не совсем удачная сегодня была Кстати, если у вас есть какое-то пожелание, в какой магазин мне сходить в следующем Пожалуйста, пишите, что бы вам было из этого интересно Но у меня на сегодня все, всем большое спасибо за просмотр И всем пока!